Этого выступления 11 января страна ждала с замиранием сердца. Президент заранее пообещал представить стране не только кандидатуру премьера, но и пакет совершенно новых мер по выходу страны из кризиса. И озвученные реформы действительно удивили. Первыми перемены должны почувствовать казахстанские силовики. Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения. Укрепить количественно и качественно национальную гвардию. Предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие. Решить вопросы с транспортным и материально-техническим обеспечением. Увеличить численность подразделений специального назначения Министерства внутренних дел и национальной гвардии. Повысить уровень боеготовности. Дооснастить необходимыми специальными транспортными средствами. Реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозным экстремизму. Ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом. Особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Кроме того, Касым Жумарт Токаев поручил ужесточить наказание за нападение насиловиков и повысить зарплату спецподразделениям. Президент также поручил перестроить работу разведки и погранслужбы. И сделать так, чтобы финансирование всех структур не было точечным и велось на системной основе. В основном сейчас финансирование идет на зарплаты, на жилищные выплаты, на какие-то решения социальных вопросов. Это, конечно, правильно, это нужно делать. Но что касается материального технического снабжения, это же какие-то проценты маленькие. И вот президент очень серьезный и много говорил об этом. Не ушли от внимания президента и те госпроекты, эффективность которых видна только на бумаге. Особые сомнения глава государства выразил по поводу пользы работы фонда Самрук Казана, чьи сотрудники не только получают баснословные зарплаты, но и привыкли проводить госзакупки на широкую ногу. Активы Самрука сегодня это 60% ВВП страны, а деятельность напрямую влияет на развитие экономики, подчеркнул президент. При этом он заявил, что если фонд невозможно реформировать, тогда ему не место в экономике. Разобраться с этим вопросом предстоит правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам. Сохраняются вопросы по прозрачности закупок фонда. Жалобы приходят регулярно. Следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок Самрук Хазна и иных национальных компаний. Нужно обеспечить согласование правил и процедур Самрук Хазна с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции. Кардинально поменяет принцип работы столь обсуждаемый непопулярным населению утилизационный сбор. Функции по его распоряжению необходимо забрать из частных рук и отдать государству. Поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором оператор РОП. Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял. Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом и общественностью. Следует рассмотреть вопрос предоставления покупателям отечественных автомобилей и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора. Проработайте и иные общественно полезные способы использования его средств. Скандальный ЛРТ в столице президент признал изначально ошибочным, назвав стройку проектом с сильным запахом коррупции. Серьезной проблемой, которая вредит репутации страны. Однако сносить уже возведенные колонны тоже не стоит. Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные контрактные обязательства перед зарубежными партнерами. Теперь нужно принять оптимальное решение, потому что простой снос означает потерю времени и денег. У нас нет другого выбора, как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определяют возможные варианты использования данного проекта. Строительство ЛРТ, это в том числе проблема РОП, утильсбора, это понятно, это непосредственно затрагивало людей. То есть это было колоссальное, несправедливое повышение тарифов, которые как раз касались ежедневной жизни, жизнедеятельности каждого человека. Это касалось непосредственно автомобилей, средства передвижения. Это то же самое, как квартира, как жилье, как крыша над головой. Важно, чтобы мы перешли к действиям, конкретным действиям. Время полумер закончилось, и теперь начинаются кардинальные преобразования во всем. То есть это просто кардинальная трансформация вообще в подходе управления страной. До сей поры же все это происходило на фоне реального падения доходов населения. Пенсии и зарплаты казахстанцев съедала инфляция и неудержимый рост цен. Госорганы же маскировали ситуацию, прикрывая статистикой самозанятых. Люди оставались один на один с безработицей и безденежьем, подчеркнул Касымжумарт Токаев. Работа должна быть точной и адресной. На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности. Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве. На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики. Пришла пора поставить точку в этом вопросе. Стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения. Нужна планомерная работа по снижению инфляции. Целевой коридор 3,4% к 2025 году. Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это непреложная аксиома, которая в нашем случае не работает. А не работает она в частности из-за образовавшегося в стране сословия олигархов, которые продвигают в первую очередь свои интересы, действуя на пользу своему карману, а не обществу. Тотальной олигополии в стране не место. Благодаря первому президенту Ельбасе в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Помогать казахстанцам будут через новый общественный фонд «Казахстан-Халкна». Деньги пойдут на образование, спорт, здравоохранение и другие важные сферы жизни. В частности, дети с редкими заболеваниями смогут рассчитывать на эту помощь. Спонсорами станут лотерейные операторы, букмекеры и крупные бизнесмены. При этом глава государства поставил задачу создать фонд, который не должен быть фондом при президенте или правительстве, а должен стать действительно народным. Будет создан авторитетный наблюдательный совет. Назначен честный и ответственный руководитель. Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу. Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой. Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. У нас и так много фондов в Казахстане, но этот фонд, чтобы напрямую, без каких-либо закавычек, чтобы работал на людей, на студентов, на тех людей, которые социально уязвимы такого характера. И для того, чтобы в процессе лечения, что скрывать? Иногда же бывает, когда наступают очень критические ситуации, люди бегут, то Минздрав, то еще куда-то там, и в конечном итоге теряется и время. Исходя из таких вопросов, я думаю, будет, наверное, определенная программа действия, будут подключаться другие политические органы, и надеемся, что все улучшится. А вот министры, депутаты Яким и страны в ближайшие пять лет затянут пояса потуже. Президент поручил наложить пятилетний мораторий на повышение их заработных плат. Доходы населения, напротив, намерены только наращивать. Для этого нацпалате Атамикенко Сымжимар Токаев поручил в двухмесячный срок разработать и принять новую программу. Не забыл глава государства и об образовании. Считаю необходимым в 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном, повторяю, с техническим уклоном, необходимо открыть на западе страны. В целом нам всем нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла. Приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников. Особое внимание президент также поручил уделить снижению безработицы, в том числе среди молодежи, увеличить срок и оплату их труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место». Кроме того, гранты для бизнес, инициатив молодежи и уязвимых категорий населения повысят вдвое до 400 МРП. Все это поможет решить проблему НИД молодежи, то есть такой, которая не желает учиться и работать. По мнению социологов, одна из причин появления такой категории молодых – бессвязность системы образования и рынка труда. Программы молодежной политики, которые принимаются в стране, живут отдельно от запросов работодателей. В конечном итоге многие, перебиваясь случайными заработками, набирают кредиты, а кто-то и вовсе решается приступить с законом. Если студент, окончивший вуз за счет государственного гранта, не смог найти себе работу по специальности в течение последующих пяти лет, то его компетенции можно считать потерянными. Работа становится недоступной для тех, кто окончил университет. Перед правительством стоит много задач. Если мы сейчас не сможем связать эти сферы друг с другом, то наши усилия можно считать тщетными. На подготовку программы действий правительства по всем поручениям и в целом жизни страны в нынешнем году у нового премьер-министра осталось чуть больше двух недель. Предложение рассмотрят в начале февраля на расширенном заседании Кабмина. А вот очередной пакет политических реформ президент пообещал представить в сентябре этого года в своем послании народу Казахстана. Тимур Казагулов, Айдо Сирик Болола при поддержке телерадиокомплекса президента ЖТК.